1 апреля в России стартовала весенняя призывная кампания. В этом году приглашать служить в армию будут молодых людей с 1989 по 1998 годы рождения. Всего на службу за весенний призыв в Копейске планируют отправить 175 человек. 156 из них будут служить в вооруженных силах Российской Федерации и еще 19 во внутренних войсках МВД. При этом распределять новобранцев по территориям и войскам будут по ряду критериев. При определении места прохождения службы призывником учитывается его состояние здоровья. Это в первую очередь. Во вторую очередь учитывается уровень образования его, морально-деловые качества. Во время прохождения мета свидетельствования проводится профотбор призывника. Также при первоначальной постановке на воинский счет проходит призывник профотбор. Согласно последним исследованиям, отношение к службе в армии улучшилось как у военнообязанных, так и у простых жителей страны. Причин для этого достаточно. Сейчас прикладывается множество усилий для гуманизации службы по призыву. Так питаются солдаты по типу шведского стола. Обязанности по готовке пищи и уборке территории теперь выполняют не военнослужащие, а специально обученные люди. Также в личное время солдаты могут пользоваться сотовым телефоном и отдыхать в воскресенье. Однако проблема непрохождения военной службы все еще остается актуальной. По динамике прошлого призыва это есть увеличение, конечно, но проблема именно невыполнения обязанностей гражданами по воинскому счету остается. Не все с должным уровнем относятся к выполнению своих обязанностей по воинскому счету. Это не сообщает в установленные сроки именно о месте проживания, месте учебы. Оповещение призывников осуществляется только по повесткам военного комиссариата и никаким иным способом. Я считаю, что в 21 веке это положение нормативного правого акта устарело и надо его пересмотреть. То есть оповещение должно осуществляться, я так считаю, какими-то другими способами. Это электронным через СМС оповещение. Также возможно оповещение это по почте, уведомлениям, заказанным письмом. Важно отметить, что сроки и порядок прохождения военной службы остались без изменений. То есть призывники могут проходить срочную службу в течение одного года или контрактную в течение двух лет. Завершится весенний призыв 2016-15 июля.